Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Бизнес и карьера» и с вами ее ведущие Ольга Цаплина и Мария Жукова. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Светлана Царюк, заместитель директора по продажам сети аптек «Старый лекарь» и «03 аптека». Здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! И Алла Кочеткова, директор по персоналу группы компании «Оскона». Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, мы говорим сегодня на тему «Как построить карьеру в ритейле». Но прежде чем общаться на эту тему, я попрошу, чтобы вы в двух словах рассказали о своих компаниях. Пожалуйста, Светлана. Я представляю группу компаний, которые работают под брендами «Старый лекарь и 03 аптека». Это фармацевтический розничный бизнес. Компании представлены в Москве, Московской области и регионах, таких как Владимир, Ярославль, Обнинск. Компании порядка 250 аптек, порядка полутора тысяч персонала. Компания развивается, растет. Достаточно динамичная компания. А сколько лет компании? Компании уже около 12 лет. Около 12 лет. Спасибо. Компания «Оскона», группа компании «Оскона» на рынке 22 года. Исторически изначально это была производственная компания с оптовым направлением продаж. 7 лет назад компания начала развивать розничное направление. На сегодняшний день в рознице у нас работает более полутора тысяч человек. Это 35 городов России. Только что открыли 36-е представительство. Более 250 магазинов. «Оскона» – это производитель матрасов и товаров для сна. Бренд «Оскона» достаточно известный на мебельном рынке. Ну что ж, приступим к обсуждению темы. На сегодняшний момент, насколько я знаю, проблема помимо ротации кадров, все-таки такая в ритейле. Когда люди приходят, молодые в основном, студенты, возможно, работать в рознице для того, чтобы припиться там какое-то время, но не строить свою карьеру. Скажите, насколько это правда? Что вы с этим делаете в своих бизнесах? Или, возможно, это все же такой избалованный покупатель, клиент конечный, который придумал этот миф? Ну, тут явный конфликт интересов. Потому что сфера продаж, ритейл, розничная продажа, по-любому можно ее называть, она относится к сфере обслуживания. И практически никто из приходящих в сферу обслуживания не видит себя в этом бизнесе на всю жизнь. Очень многие, как вы правильно сказали, это студенты, это люди, ищущие профессию первый раз, работу первый раз. Те, кто хотят попробовать себя в продажах и рассматривают это как первую ступень в своем развитии. Но не все хотят построить карьеру в рознице. Почему? Потому что сфера обслуживания специфична. Покупатели хотят профессиональных продавцов, продавцы хотят доброжелательных покупателей. Светлана, а у вас? В нашей сфере немножко по-другому. Все зависит от величины компании, потому что чем больше в наш бизнес люди приходят уже со специальным образованием. Поэтому помимо всех остальных требований, конечно же, первое требование – это специальное образование фармацевтическое. В связи с этим молодые специалисты, приходя в продажи, в первую очередь стремятся выстроить карьеру. И чем больше компания, тем больше возможностей она представляет для выстраивания карьеры. Безусловно, текучка тоже очень большая. И есть такие люди, которые не видят себя в продажах. Но большинство, конечно, кто приходит построить карьеру, у них это прекрасно удается. Ну, получается, у нас немножко разные полюсы. Здесь все же специальное образование требуется, это специфика. Это либо фармкомпания, либо аптеки, где можно развиваться с фармацевтическим образованием. Здесь же специализации нет. И, наверное, актуальным становится то, как руководить или мотивировать персонал. Вообще, что можно получить, какой опыт практический, работая в ритейле. Мы под ритейлом поднимаем розничную торговлю сейчас. Да, розничную торговлю. Мы берем на этом рынке практически людей с любым образованием. Потому что на этом рынке очень высокая конкуренция среди работодателей. С любым по уровню или по специализации? Нет, я имею в виду по специализациям. Конечно, все хотят получить людей с высшим образованием. Потому что требования к современному продавцу очень высокие. Это и владение несколькими программами специальными. У кого это 1С, какая-то другая информационная программа. Это и знание продукта, и знание технологий продаж. Это уже требования на входе? Это требования после первичного обучения. На входе мы что хотим видеть? Мы не требуем никакого образования по специализации. То есть к нам приходят люди с разным образованием. Мы хотим видеть людей доброжелательных, желающих работать. И вы знаете, как ни странно, карьера, работа в ритейле, она еще физически тяжелая. Целый день быть с покупателями, быть на ногах, быть доброжелательным. А чаще всего 12 часов рабочего дня. Да, это действительно не всегда сложно. Это 2 через 2 по 12 часов обычно? По-разному построено. Потому что все мы хотим, чтобы магазины работали до 10 вечера. С 9 утра до 10 вечера. Чтобы они работали в выходной, чтобы они работали в празднике. Это еще такая специфика. Это специфика, да, безусловно. Тем сложнее управленческий труд получается. То есть нужно замотивировать, показать возможности. Светлана, что вы говорите своему персоналу о том, какие возможности у них есть, какие навыки, возможно, профессиональные они получат, работая в вашей сети? В нашей компании 0.3 аптека и старый лекарь, как правило, развитие карьеры идет как по горизонтали, так и по вертикали. И если сотрудник выбирает для себя горизонтальное построение карьеры, то он развивается как специалист. Тут зачастую у сотрудников возникает конфликт. С одной стороны он специалист, то есть человек со специальным образованием. С другой стороны он продает. Он продавец. И вот эта дилемма как раз стоит у сотрудника, который начинает работать. Как раз развиваясь профессионально, работая над своим, самосовершенствуя себя, развивая свои знания, навыки и компетенции, сотрудник как раз переходит эту границу. Он не является продавцом. Он классный консультант со специальным образованием, который может фактически провести полноценную консультацию в аптеке. Светлана, а вот если к вам с профессиональным образованием приходят люди, какие личные качества должны быть у человека, который нанимается к вам в компанию? Что вы можете сказать? То есть я дополню, есть ли какой-то набор личных качеств, чтобы человек был успешен именно в роднице? Обязательных, да. В первую очередь это коммуникабельность. Потому что целый день человеку приходится коммуницировать с покупателями. В аптеку приходят не секрет, не всегда здоровые люди. Очень часто им плохо, зачастую им требуется помощь. И вот именно стрессоустойчивость и высокие коммуникативные навыки – это первые качества, самые главные, можно сказать, качества, которые стоят на входе. На самом деле в аптеках все-таки специфика есть, наверное, образования и специфика работы. Что касается сервиса, да, вот аптеку, наверное, привыкли воспринимать не просто как какую-то розничную сеть, где ты можешь получить высокий уровень сервиса и так далее. Акценты сделаны на другое. Так как рынок достаточно конкурентный сейчас, то вопрос, что вы делаете с точки зрения сервиса вообще? Есть ли какие-то стандарты? Дело в том, что аптек сейчас на рынке очень много розничным. Если мы посмотрим, каждое второе здание – это аптека. И отличаться аптекам друг от друга очень сложно. Тем более, да, со стороны потребителя тоже сложно сделать выбор, в какую аптеку потребитель пойдет. Поэтому в данном случае в нашей компании «Старый лекарь-03» выбрана сервисная составляющая. Именно на эту составляющую сделан главный упор. То есть в компании есть система стандартов обслуживания, по которым обслуживается каждый клиент. И каждому покупателю уделяется максимум внимания. И в то же время ровно столько, чтобы не обидеть следующего. Каждому покупателю предоставляется профессиональная консультация в соответствии с его запросами. А покупатель эти запросы как-то озвучивает? Да, конечно. Где? Как? Есть вопросы по выявлению потребности покупателя. Ну, не только. Ну, сами понимаете, да, что сфера здоровья – это интимная сфера. И не каждый покупатель так вот прям сходу расскажет, что ему нужно, какие у него проблемы, что он готов обсудить с незнакомым человеком, которого он видит, может быть, в первый раз. Поэтому есть вопросы, которые позволяют выявить потребности покупателя и провести консультацию. Ну, это специфика, такие стандарты. Скажите, пожалуйста, а вы как работаете с потребностями по факту? Потому что если вы знаете, что примерно через год сотрудник, возможно, задумается или, скорее всего, покинет компанию. Да, задумается. Задумается и, возможно, покинет компанию. Что вы с этой точки зрения, как вы будете развивать за этот год? Есть большая проблема, связанная с тем, что розничная сеть в крупных федеральных компаниях, она чаще всего не предполагает большого механизма управления. И поэтому карьерный рост вертикальный, он достаточно короткий. То есть количество управляющего персонала небольшое в городах. Так называемый центральный офис берет на себя все функции управления. И в городах управляют только непосредственно директора по продажам и управляющих розничных сетей. Их на весь город 2-3 человека. Под ними может находиться до 100 человек персонала продавцов-консультантов. Поэтому сами должны понимать, какой шанс у продавца-консультанта стать руководителем. Мы сейчас развиваем программы поиска талантов. И одна из наших программ, последних, которая сейчас будет получать свое развитие, это программа ротации. То есть если человек не может получить развитие в своем городе, потому что у него нет такого карьерного роста, возможности карьерного роста, мы не хотим менять управляющего, то ему предлагается приезд в другой город. Эти программы, насколько я знаю, во всех федеральных розничных сетях существуют. И при открытии новой розничной сети, а все живут только развитием, если розница не развивается, она умирает. И при открытии новой розничной точки, нового города, чаще всего предлагают человеку из своей розницы возглавить этот новый бизнес. Потому что человек знает стандарты компании, человек лоялен. И человек, если мы предложили такой рост карьерный, он будет очень предан компании. Если мы заговорили о программах развития, которые есть в компании, в нашей компании, например, Старлекари 03, есть программа развития как горизонтального, так и вертикального роста. В качестве горизонтального роста я бы могла привести, например, обучение сотрудников стандартам обслуживания и оценка на категорию. То есть работают очень хорошие специалисты со знаниями, с развитыми навыками, прекрасные специалисты в аптеках, те, которые ежедневно обслуживают покупателей. В качестве вертикального развития карьеры я бы могла привести такой пример. В компании ежегодно проводится оценка по системе 360 градусов. А что это 360 градусов? Это какая-то специализированная методика? Да, это методика, в результате которой сотрудник получает обратную связь по итогам года. Получают обратную связь руководители. Это начинает с middle management и заканчивает top management. Светлана, но это технология. А все же какие-то конкретные примеры роста в рознице, может быть, в вашем бизнесе? Или вы знаете такие примеры, когда человек действительно вырос от первопрестольника, если это называется, до... Редактор подсказывает мне, что нужно сделать небольшой перерыв, поэтому мы вернемся к разговору после рекламной паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор развивалась, они были заместителями заведующего аптека и затем заведующими аптеками. И далее они стали сотрудниками департамента продаж, стали руководителем группы аптек, в подчинении которых находится от 15 до 30 аптек. И таких 60% в вашей компании? Да, в нашем департаменте таких 60%, одна из них я. Да, это очень хорошо, когда на собственном примере. А сколько по времени примерно этот карьерный путь продолжается? Минимальный карьерный путь это 3 года, это внутриотрясливые требования. В течение этого времени сотрудник может сделать карьеру в аптеке, он может прийти с нулевого уровня фармацевтом или провизором, через 3 года стать заведующим аптекой. Естественно, все зависит от набора качеств, компетенций, также черт характера самого сотрудника, от его желания выстраивать карьеру, от его карьерного плана и от его карьерных ожиданий. Соответственно, также его обучаемости. Ну и, наверное, развивается ли бизнес, да? Да, и возможности компании, которая может предоставить ему этот рост. Вот в нашем бизнесе, чем больше компаний, тем больше возможностей у сотрудника развивать свою карьеру. Спасибо. Алла, у вас такие примеры есть? У нас немножко процент ниже, да? Это связано в первую очередь с целью компании, потому что компания последние 3 года просто осуществляет активный рост розничных точек. И заходя в чужой город, мы чаще всего берем на первую карьерную должность директора магазина человека из ритейла, но не из своего ритейла. Не из своего, потому что у нас в этом городе ритейла нет. А вот об этой программе, о которой вы говорили? Эта программа получила развитие только год назад. И заходя в новый город, мы берем человека, чаще всего не своего, но спустя определенный период времени, чаще всего это год, этот человек либо вырастает на следующую карьерную ступенку, это управляющая розничной сети этого города, а на позицию директора встает уже свой, выросший за этот год, человек, который пришел на позицию продавца-консультанта, а сейчас это принято называть менеджером по продажам. Горизонтальная карьера также возможна, и она сейчас связана с тем, что все менеджеры по продажам имеют свои категории, и каждая категория, переход на новую ступеньку, на новую категорию, естественно, связан как с профессиональным ростом, человек получает компетенции, он получает определенную дополнительную нагрузку административную, либо связанную с перемещением денежных средств, еще что-то, и он получает, естественно, отбавку к зарплате. То есть у людей всегда есть возможность вырасти и горизонтально, и вертикально. Но такой самый яркий пример карьеры, наш директор по розничным продажам, Владимир Корчагов, человек, которым вырос компания, и сейчас, к 32 годам, он руководит федеральной розничной сетью одной из крупнейших мебельных компаний «Оскона». Он вырос от менеджера, но тогда у нас не было розницы, он вырос из менеджеров отдела маркетинга до директора по продажам розничной федерации. А здесь какой временный период? Это 10 лет. 10 лет? 10 лет. Но из них он уже 5 возглавляет федеральную розничную сеть. То есть за 5 лет получается? Да, то есть человек 27 лет сделал такую карьеру. А вообще вот эти истории успеха, легенды о карьере и так далее, это же отличный инструмент. Вы используете вообще для мотивации? Обязательно каждый человек, который входит в компанию, на входном тренинге, на велком тренинге, познакомится с историей успеха. Мы их там регулярно меняем, потому что нас очень много. И на нашем сайте размещены, в страничке карьеры размещена история успеха. И в рознице, кстати, их очень много. Вот московская розница, она из первых, которая появилась у нас, она самая крупная, в ней работает более 380 человек сейчас. И как раз в ней все руководители, это выросшие в компании. Светлана, а у вас? Да, в нашей компании тоже поддерживаются такие программы. У нас и внутрикорпоративное издание есть, которое публикует историю успеха. Есть и внутрикорпоративный сайт, на котором также можно увидеть историю успеха тех или иных руководителей, начавших свой путь от рядовых должностей. Ну, Светлана вообще на личном примере может все время мотивировать свой персонал. Это, конечно, огромная возможность для того, чтобы персонал хотел тоже развиваться в вашем бизнесе. Более того, когда люди видят перед собой, так сказать, не просто там фигуру с именем и фамилией, а живого человека, который говорит им, какими способами, как мы развивали свою карьеру. И для себя тоже строить, соответственно, уже планы по развитию карьеры. Совершенно конкретные, с ожидаемым результатом. Но, к сожалению, задача же не вырастить всех, сделать так, чтобы все получили карьерный рост. А, наверное, вы по каким-то критериям, какими-то методиками выявляете таланты, кого бы вы хотели видеть как управленцев своей сети в будущем. И здесь какими-то методиками, успехами, примерами поделитесь. Наверное, у Светланы больше таких примеров, потому что у них просто розница существует дольше. Мы говорим о том, что наши розницы активно, бурно развиваются последние три года. И, скорее всего, был интуитивный отбор талантов, инициатива работника, самого работника. Это возможность взять на себя решение каких-либо вопросов, показывать человека. Но наша проблема еще в том, что мы удалены от своей розницы. И разница, например, с Хабаровском в 9 часов, когда магазины там закрываются, а центральный офис открывается. Поэтому мы пришли к тому, что мы строим программу развития талантов, поиска талантов. И вот этот год у нас год построения HR-системы розницы. То есть у меня появился директор в рознице. Я думаю, что сейчас мы этот вопрос будем решать. Потому что, как я уже говорила, конкуренция на рынке работодателей в рознице очень высокая. Все хотят получить продавцов. Получить готового продавца из соседней сети – это очень лакомый кусочек обученного, воспитанного. Заплатив ему, скорее всего, чуть-чуть больше. То есть перекупка персонала очень высокая. Именно? Да, очень высокая. Но если вы были в мебельных центрах, то представляете, что такой мебельный центр – это открытые подиумы, где каждый видит друг друга. И каждый может оценить качество персонала друг друга. Да, согласна. А как вы удерживаете сотрудников, чтобы они не перешли к конкурентам? Ну, во-первых, вот эти карьерные, необходимость построения карьеры. Мы отслеживаем, конечно же, уровень зарплат. И я могу сказать, что мы всегда держим уровень зарплат чуть выше рынка. Не намного, но чуть выше. Для того, чтобы удержать персонал. Ну и мы, белая компания, с очень хорошими социальными гарантиями на рынке розничном. Это ценится, потому что, к сожалению, немногих белых компаний в рознице. Светлана, а вы считаете, насколько действительно это выгодно – повышать уровень оплаты труда или все же уменьшать затраты на подбор? На самом деле, в нашей компании есть отдел обучения, который в первую очередь занимается обучением специалистов, развитием их карьеры по горизонтали. И уже из тех звезд, которые у нас выходят после оценки на категорию, а это многоступенчатая сложная оценка, которая позволяет оценить не только теоретические знания, но и практические навыки, как раз и отслеживают тех людей, которые будут строить карьеру свою в дальнейшем. Ну, во-первых, это желание самого специалиста строить карьеру, а также набор знаний, навыков и компетенций, которые ему позволят выстроить эту карьеру. Соответственно, следующий вопрос у компании, как удержать такого сотрудника. Не всегда зарплатные ожидания являются крючком, который держит сотрудника. В первую очередь, для того сотрудника, который нацелен на развитие карьеры, важны возможности, которые может дать компания. Для обучения, для развития, для получения новых знаний и навыков, чтобы у сотрудника не возникала остановка в развитии карьеры, чтобы сотрудник понимал, что ему есть еще чему учиться и вообще понимал, куда необходимо идти дальше. Не просто, чтобы он хотел развиваться, но куда. Да, мы просто снимали предыдущую передачу, и там карьерный консультант говорил о том, как в крупных компаниях развита культура, взращивать в себе дублирующий резерв, на свое место готовить преемника. Насколько у вас это развито, если это в стратегии? Насколько долго задерживаются на одном управленческом уже уровне сотрудники в ваших бизнесах? Алла, у вас как? У нас это вообще стратегическая цель. И лично генеральный директор каждого из своих замов и из подчиненных третьего уровня каждый год спрашивает о том кадровом резерве, который они формируют. А, я думала, спрашивают о том, а... Нет, нет. Есть ли кадровый резерв, как он подготовлен, какой у него программа развития на ближайшие три года, и какие перспективы. А вообще открыто говорится в компании, вот стратегический директор по какому-либо направлению, говорится ли открыто, что да, у меня есть заместитель, который на сегодняшний момент обладает такими-то и такими-то компетенциями? Я думаю, что только вы, в общем, чего прекрасно понимаете и знаете эту проблему, да, что это палка о двух концах, да, если создание кадрового резерва может привести и к его потере, потому что люди начинают высоко, ну, повышают самооценку людей, они начинают искать способы реализации сейчас, а не через три года, не через год. А в карьерах, в компаниях вот таких, как у нас, где средний возраст, это 30-32 года, да, Управленца достаточно молодых ожидать, что этот человек уйдет на пенсию или, ну, по каким-то причинам покинет компанию, очень сложно. Нас спасает то, что мы постоянно развиваемся. И вот эти новые направления бизнеса, они подают нам возможность уже сразу людям открыто говорить, что мы вас готовим в резерв, вот у нас появляется отдел франчайзинга, например, да, направление франчайзинга, это новое направление компании, вы его возглавите, если вы успешно пройдете свой карьерный план там в течение года. Да, для растущих компаний, наверное, это большая возможность. Да, это проще. Или, ну, у нас есть еще одна специфика в нашей компании. Мы находимся в городе с населением 160 тысяч, и выбор, как бы, кадрового резерва у нас не очень большой, поэтому для наших людей карьерным продвижением является еще переезд в крупный город. И практически все крупные филиалы ОСКОНа возглавляют люди, которые приезжают из Коврова или из Владимира. То есть это люди, так называемые, центрального офиса. Для них это карьера. То есть карьера может быть не только в продвижении по ступеньке, да, эта карьера может даже в социальном плане, в переезд в более крупный город, ну, с его определенными преимуществами. А многие готовы сделать такой шаг? Многие? Да. Да. Интересно. Ну что ж, коллеги, наша замечательная тема должна подходить к концу, поэтому у меня большая просьба, ответьте на такой, с одной стороны, риторический, с другой стороны, провокационный вопрос. Вообще, есть ли перспектива того, что у нас в рознице наконец-то будет постоянный персонал, мы сможем его развивать, или все же это всегда будет проблемной зоной и сферой в наших бизнесах? Розница – это настолько живой, постоянно движущийся сегмент, что там будет всегда нехватка персонала, потому что никогда нельзя быть в роли догоняющего, всегда нужно идти вперед и развиваться. До тех пор, пока компания будет в роли догоняющего, там будут очень серьезные, соответственно, и карьерный, и недостаток специалистов, будет постоянная текучка кадров. Компания не представляет развития для своих сотрудников, и они уходят даже, там за деньгами гонятся, за деньгами конкурентам уходят. То есть это живой организм? Это динамичный, развивающийся организм, он должен развиваться всегда, это закон природы, а рынок сам все расставит на свои места и все выровняет. Не, ну, я думаю, что дефицит и движение будет всегда абсолютно. Каждый голливудский актер знаменитый хвастается тем, что он был либо официантом, либо продавцом. В этом его сила. Да, в этом его сила. Поэтому это рынок, который, конечно же, вот этот вот слой продавцов-консультантов, там, я не знаю, как угодно, менеджер по продажам, он всегда будет двигаться. Главное не пропустить тех, кто хочет дальше расти. И тут, ну, эта проблема будет вечная. Это мое мнение. Но зато движение – это жизнь. Поэтому большое спасибо, что уделили время. Благодарим вас за интересную беседу. Дорогие зрители, сегодня с нами были Алла Кочеткова и Светлана Царюк. Это была программа «Бизнес и карьера». Вели ее Ольга Цаплина и Мария Жукова. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok